Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 15 по 21 июля 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 134 сообщения о происшествиях, из них 12 преступлений, 7 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 40 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояние алкогольного опьянения. За неделю произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении одного мероприятия с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. С 10 июня 2019 года и до конца навигации на территории Ненецкого автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация» в целях поддержания правопорядка на территории округа в период навигации и осуществления контроля за гражданами, убывающими и прибывающими речным путем на территорию округа. С 15 по 21 июля 2019 года на дорогах города Наринмара и поселка Искателей сотрудниками отдела ГИБДД управления пресечено 147 административных правонарушений. В том числе выявлено 5 фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. Три водителя сотрудники отдела ГИБДД задержали за управление в состоянии опьянения впервые. Четвертый водитель 1974 года рождения, остановленный нарядом ДПС в субботу около 8 часов утра на улице 60 лет октября, ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Еще один водитель 1987 года рождения, управлявший автомобилем, находясь в состоянии опьянения, задержан в пятницу в дневное время в поселке Искателей. Он привлекался ранее к уголовной ответственности по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Госавтоинспекция напоминает, что при управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель привлекается к уголовной ответственности по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В ходе проводимых мероприятий по раскрытию ранее совершенных преступлений сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела участковых и полномоченных полиции управления МВД установлено, что ранее судимый житель поселка Искателей 1978 года рождения, находясь 5 июля 2019 года в гостях в малознакомой компании, совершил хищение мобильного телефона у одного из мужчин в процессе совместного распития спиртных напитков. Злоумышленник, увидев на телефоне установленное приложение «Мобильный банк», с его помощью перевел себе на карту 7,5 тысяч рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. Сотрудниками полиции мобильный телефон у злоумышленника изъят и установлен владелец похищенного телефона и денег, который ранее по данному факту в правоохранительные органы не обращался. В другом случае оперативниками управления в ходе работы по заявлению жителя округа, обратившегося в дежурную часть окружной полиции 28 июня текущего года, установлено, что мобильный телефон похищен его знакомым, также в процессе совместного употребления спиртных напитков. Злоумышленник в дальнейшем аналогичным способом перевел денежные средства в сумме около 2 тысяч рублей на карту своего товарища, впоследствии потратив их по своему усмотрению. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Уважаемые жители округа, сотрудники управления призывают вас воздерживаться от чрезмерного употребления спиртных напитков, особенно в компании малознакомых людей, и более ответственно относиться к своему имуществу и денежным средствам. В дежурную часть управления МВД России по Ненинскому автономному округу обратились двое жителей региона с заявлениями по фактам мошенничества. В первом случае женщина, желая продать мебель, разместила соответствующее объявление на сайте в сети интернет. После чего ей на телефон позвонили якобы потенциальные покупатели, которые сообщили, что приобретут мебель и за ней приедут грузчики, а они переведут деньги на карту. Под предлогом того, что они являются клиентом другого банка и в связи с этим денежные средства поступят только через три дня, женщину вынудили проследовать к ближайшему банкомату, где в результате обмана она привязала свою карту к телефону звонящего посредством мобильного банка. Затем мужчина на другом конце провода сказал, что ей необходимо ввести пароль 36 500, что она и сделала. Но звонивший через некоторое время сообщил, что она ошиблась и ввела пароль не в ту графу, в результате чего у него с карты списали аналогичную сумму. Мужчина попросил ее обналичить эти деньги и перевести ему на номер телефона, что женщина и сделала, переведя эту сумму несколькими платежами, сказав, чтобы за мебель он рассчитался лично. В дальнейшем, придя домой, она через онлайн-банк увидела, что на ее счетах нет такой же суммы и обратилась в полицию. Во втором случае мужчина, решив сделать ремонт жилья, оформил в сети интернет-заявку на получение кредита в банке, после чего ему позвонил якобы представитель банка и сообщил, что кредит ему одобрен. Но так как в Наринале нет представительства данного банка, то они будут оформлять кредит при посредничестве имеющегося в регионе банка. А для этого ему необходимо оплатить 3 500 рублей за открытие счета и оплатить страховку в сумме 19 900 рублей, что мужчина и сделал через банковский терминал, якобы посреднического банка, переведя обе суммы на указанный звонившим счет. После того, как мужчины позвонили якобы из курьерской службы и попросили оплатить еще и услуги курьера, он заподозрил, что это мошенничество, и позвонил на горячую линию банка, в котором, как он думал, оформляет кредит. Ему сообщили, что в связи с участившимися случаями мошенничества, кредиты онлайн они не оформляют, а только при личном присутствии. Сотрудники полиции обращаются к жителям округа проявлять бдительность и внимательность и не переводить денежные средства неизвестным лицам ни под каким предлогом. Совершайте товарные денежные сделки только при личной встрече с клиентом. Для оформления кредита обращайтесь лично в банк или к представителю банка. 23 апреля 2019 года около 21 часа 30 минут сотрудники Дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД управления МВД России по Нейнскому автономному округу, находясь на маршруте патрулирования в районе строящегося дома по улице Первомайской города Наринмара, заметили мужчин, которые несли упаковки строительного утеплителя. Мужчины попытались скрыться от полицейских, однако были задержаны. В ходе следствия установлено, что граждане, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли на территорию строящегося дома через проем в заборе и пытались совершить кражу строительного материала для личных целей. В настоящее время следственным отделом управления закончено расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчин по части 3 статьи 30 пунктом А, Б, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. И с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В феврале 2019 года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков управления выявлен житель Наринмара, сбывший своему знакомому наркотическое средство Гашиш за 6 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следователем следственного отдела управления ВД России по Неинскому автономному округу в отношении мужчины по пункту Б, части 3 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в значительном размере», установлено, что данный наркотик он приобрел в конце 2018 года через сеть интернет и хранил его у себя для дальнейшего сбыта. В настоящее время материалы уголовного дела, рассмотренные наринмарским городским судом, житель города Наринмара признан виновным в совершении данного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда. 17 июля 2019 года в актовом зале администрации города Наринмара состоялось расширенное заседание коллегии Управления МВД России по Ненецкому автономному округу, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности УМВД за первое полугодие 2019 года. В работе коллегии принимали участие губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цибульский, исполняющий обязанности председателя суда Ненецкого автономного округа Александр Лисицын, прокурор Ненецкого автономного округа Николай Егоров, руководители органов исполнительной, законодательной, судебной власти, правоохранительных органов, общественных организаций, в том числе председатель Совета ветеранов УМВД и заместитель председателя Общественного совета при УМВД, а также представители средств массовой информации. В своем выступлении начальник Управления МВД России по Ненецкому автономному округу полковник полиции Олег Яковлев озвучил итоги оперативно-служебной деятельности подразделений УМВД России по Ненецкому автономному округу за шесть месяцев 2019 года. Сделал акцент на имеющихся недостатках и определил конкретные задачи на второе полугодие текущего года. В завершение коллегии Олег Яковлев выразил слова благодарности руководителям органов власти и правоохранительных органов за взаимодействие в борьбе с преступностью и вопросах обеспечения правопорядка. И всему личному составу УМВД задолженное отношение к делу, проявленный профессионализм и стойкость принесения службы, а также средствам массовой информации за совместную работу по информированию населения округа о деятельности управления. Кроме того, в рамках заседания начальника окружной полиции вручил сотрудникам УМВД очередные специальные звания, а за достигнутые высокие показатели в служебной деятельности лучшие стражи порядка награждены благодарностями. Также нагрудным знаком «Отличник полиции» награжден помощник дежурного изолятора временного содержания управления, старшина полиции Сергей Гайдамака. 18 июля 2019 года в окружную полицию обратился житель Наринмара, у которого неизвестное лицо похитило мобильный телефон стоимостью 6 тысяч рублей. Оперуполномоченные отдела уголовного розыска Управлением ВД России по Ненинскому автономному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение часа установили лицо, совершившее хищение. Им оказался ранее судимый мужчина 1995 года рождения, являющийся знакомым заявителя. Полицейским он рассказал, что зашел к заявителю и в ходе общения попросил у него воды. Пока хозяин квартиры вышел в кухню за водой, гость взял лежащий на видном месте мобильный телефон и положил в карман. Попив воды, он покинул квартиру, распорядившись похищенным по своему усмотрению. В настоящее время гаджет у злоумышленника изъят. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Следственным отделом Управления МВД России по Ненинскому автономному округу окончено расследование уголовного отдела, возбужденного в отношении жителя города Наринмара по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В ходе следствия установлено, что в последних числах мая 2019 года ранним утром молодой человек, находившийся у ночного заведения в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою бывшую девушку к другому мужчине и нанес ему удар, от которого тот упал, ударившись головой о бетонную плиту, и получив в результате падения открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время материалы данного уголовного отдела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Уважаемые жители округа, в период времени с 26 июля по 2 августа 2019 года на территории Ненинского автономного округа стартует акция «Российский паспорт за три дня» с целью популяризации и получения государственных услуг в электронном виде по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации в сокращенные сроки. Заявление на выдачу паспорта гражданина Российской Федерации необходимо заполнить и направить в электронном виде через личный кабинет Единого портала государственных услуг. Оплата госпошлины будет с учетом скидки 30% и будет составлять не 300 рублей, а 210. Предоставление оригиналов документов и получение готового паспорта гражданина Российской Федерации в отделе по вопросам миграции управлением ВД России по Ненинскому автономному округу гражданину назначается индивидуально в удобное для него время, без потери личного времени и ожидания в очереди. Также в рамках данной акции любой житель округа может добровольно пройти государственную дактилоскопическую регистрацию, которая проводится только по желанию гражданина. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.